Всем привет! Играем в фазмофобию, соло кошмар, без улик, ридж, вью. Сегодня у нас в программе Дэниел Керри сбежать, направить микрофон и средний рассудок, ниже 25, достичь. Снаружи, кстати, что? Дождь. Да, потому что, вот смотрите, если вы не видите, надо поднять личико к небу, ну, вы знаете, да? Шортс все смотрели. Если кто не посмотрел, посмотри на этом канале есть шортс, как определять дождь в фазмофобии. Гайд. Вот. Специально для тех, кто любит разного рода гайды, этот самый полезный, без лишней скромности скажу. Без него фактически нельзя играть в фазмофобию. То есть, ну, ты не будешь знать основ, да? Ты же, когда, например, начинаешь там изучать, ну, скажем, новый иностранный язык, да? Ты начинаешь с основ, с алфавита, потому что иначе тебе будет сложно. Вот именно поэтому сначала, да, будь добр, посмотри гайду, как определять погоду. Там как раз первая серия посвящена дождю. А потом уже учись определять призраков. Без улик. И все такое прочее. Так, откуда этот мяч прилетел? Где он лежал? Он прям максимально с лестницы, да, укатился? Максимальное укатывание с лестницы. Здесь другой мяч лежит. А где тот мяч? Здоровки. А как мяч, кстати, долетает? Это телепорт какой-то или чего? Расскажите. Или он реально по лесенке спускается? Он не может так много преодолеть расстояние без импульса самостоятельно, нет? Кость ищу. Наивно надеюсь, что она тут где-нибудь лежит, прямо на дороге. Чтоб не искать. Очень долго. Но что-то она не лежит. Ну пойдем, пойдем, пойдем. В мастер-блок. Может там. Есть ничего. Мне кость нужна, вообще-то. Это один из фигурантов идеального расследования, так-то. Ну, просмотрела, видимо. Ну ладно. Придется более тщательно тут все изучать. Бывает такое, что кость прямо на видном, супер видном месте лежит. Еще и огромная какая-нибудь. А ты просто смотришь. Не туда. Не в той плоскости. Ну ладно. Ладно. Этим мы займемся чуть-чуточку попозже. Пекс. Чего у нас там по заданиям направленный есть? Хорошо. Возьмем в следующий заход. МП-3. Двери тут по-всякому открываются. Но арбы я не вижу. Есть двойка какая-то, как будто бы ни на что. Ну, действительно ли она ни на что? Остается невыясненным. Так, отлично. Это не мираж. Сейчас возьмем вуду дол. Куда отнесем-то? Ну, можно здесь, наверное. Здесь будем с вудудолом баловаться. Так, давайте еще раз пристально смотрим. На предмет костей. Пусть нам нужна. Как не крути. Как камеру не крути. А кость в приоритете. О, не так не делает. О, не вычеркиваем. Это у нас два госта было, правильно? Нет, здесь кружка отлетела. А почему? Руки длинные слишком? Или чего? Нет, здесь нет кости. Здесь кости нет. Ну, пойдем вниз. Очень красивый. Очень красивый, не фантом. Пошел вон. Так. Не фантом почему? Потому что мы его сфоткали, и он не исчез. А вот если бы исчез, разговор был бы другой. А у нас чего? Вообще одна нычка вот эта? А, мы, кстати, вот сюда не заходили еще. Ну, конечно. Чпоньк. Вот так вот бывает, да. Так бывает. Ничего не поделаешь. Не, ну, понятное дело, что у нас еще холодильник, конечно. Как другая великолепная нычка. Но шкафов-то, что-то шкафы, по-моему, все заняты. Как-то неприятно. Посолим. Потом, если не будет хватать фоток, дофоткаем. Ну, точнее, нам точно не будет хватать фоток. Так, и направленный, да? Сейчас попробуем послушать. Мне кажется, у нас там сейчас уже охота может свершиться. Как будто бы. Поэтому давайте с направленным пойдем уже во всеоружии, так сказать, с благовошкой. А то мало ли чего. Будем там стоять, слушать. Мы уже три гос-эвента пережили. И нет никаких гарантий, что переживем четвертый. Меньше 25-ти это мы сделаем. Сколько я буду, это не сложно. Вот с направленно могут быть варианты. Ну, сейчас попробуем. Не знаю просто, где мне так встать еще. Так, наступил здесь, ага. В какую сторону мне встать, точнее? Вот здесь слушать или вот здесь слушать? Скрипучий дом. Скрипучий дом Дэниела. Норм. Это очень хорошо. Еще у нас по снимочкам. Так, надо четыре. Но у меня пока есть три. Раз. Два. Три. Ну, а последний сфоткаем здесь, когда начнется охота. Все, я думаю. Ничего себе. Ничего себе. За мной спустился. Банша ходит на другой этаж, я думаю. Ходит, наверное. Ага, обратно пошел. Обратно пошел, но спустился не ногами. Дошел сюда телепортом. Что ж ты такой. Ну ладно, погнали. Какая сеносица. Так. 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 Какая сеносица. Так. Так. Ну, в общем-то, вы все видели. В этой катке улики не требуются. Это Ревенант. Пока нас видел, пока мы были в зоне его... Точнее, там немножко по-другому работает система. Вы слышали, наверное, что он уже спускался. Раздухарившийся, скажем так. Потому что мы со своим фонариком попали в его радиус. То есть он почувствовал наш электрический прибор. Раньше у Ревенанту нужно было увидеть персонажа, игрока, чтобы ускориться. Теперь ему достаточно попасть в эту зону, в радиус, где вы либо разговариваете, либо стоите с фонариком. Ну, короче, вас почувствовали, скажем так, на расстоянии. Этого тоже достаточно для ускорения Ревенанта. А потом, как мы спрятались за холодильником, все выключили, все пропало, ему стало нечего чуять. И он сразу резко замедлился. И, в общем-то, так умеет только Ревенант. А у нас 650 баксов. И идеальное расследование. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся с вами в новых эпизодах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok